Доброго времени суток господа товарищи приветствую вас на игровом канале восход с вами я михаил мы продолжаем играть в от силу тотал вару дополнение последний римлян за фракцию франки что же что же у нас происходит происходит назвать здесь всякой ересь прямо скажем прямо 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 скажем ересь не достаем из этого да к сожалению очень-очень бы хотелось бы но не достаем что хорошо хорошо семьи мы уже проходили ждем и следующий ход нам продержаться пополниться вам и т.д. и т.п. идут их не собака агенты скорее всего будут пытаться тормозить наши армии да плюс мне не нравится бургунды эти чертова конечно же идем наши южная армия но еще и надо восстанавливаться на эти гады уже тут и в варверных до обид 2 малые у нас гарнизон три отряда причем двойник стрелок так один пехотный вообще жизнь жизнь как она есть лимоном знаете не могу слишком дорого и наверно пока нет смысла восстановления все силы надо бросить на защиту нашего юга по линии арверная в валенсия наверно так будет бегать наш южная армия попыток все защитить эти наши приобретения линолеум господи постоянно мне как слово коверкать как город назовут про лимоном также турнуром и аварик скорее всего мы снова нам придется их отдать но не то что самим отдать сами эти гады заберут мятежники поскольку я думаю этот стек надо гнать как-то наверх королю я хотел он портус знаете уже больно как-то бретонцев давно не видать как мы разбили их не стек королевский так и все и на там все кончилось я думаю они уже давно восстановились и просто сидят на своей территории и одним стеком и ни черта не сможем сделать так что надо наши стеки объединять какие ты планировал давным-давно идти он прям на их не столицу рейдоном а там дальше можно их уже будет и делить и не делить после как мы столицу возьмем войска разобьем а когда с бретонцами быть покончен тогда мы уже сетью пройдем пою вытесним всех басков всех техников и с юганом армия наша то также поможет пока не в отлове в отлове этих мятежников так двое человек у нас готовы вступить на должность магистра воинов это хорошо так то еще кто еще да у нас контроль очень-очень ослаблась по вопросе вашего наследника и его жену как-то собрать поддержку хорошо хорошо ну что же бургундский мятежник и атакует наш город раверны здесь всего лишь три отряда стопроцентное поражение давайте если на все таки перейдем эту битву вручную чтобы внести максимально возможное потери вышки что хорошо а как-то поплотнение пусть будет так поехали ребят у нас не осталось надежды врагов слишком много для тебя и безвозно что урагу как видимо они снова поделились три отряду идет в сторону тут нас обходить так и так не было никаких вариантов враги напали на полководца что делают наши ученики не можете даже не спрашивать я абсолютно противник собрал войска и вернул их в бой башня полностью разрушена люди бросают оружие и бегут с поля боя сказка закончилась ну что ж в принципе мы их вырезали там 300 человек почти 3 я думаю тут вполне 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 себе прилично так изнурение армии ничего этого агенты так политическое содействие ага это на должность магистра воина фараберта хорошо а наследник да контроль да я согласен а фу на тебя какой путь перекрытый да да все все у нас как-то не айс ну по крайне у нас с едой и деньгами все нормализовалось и это меня радует хорошо нам нужны новые войска здесь нету войска хороших остался один ход и мы сможем нанимать точнее переобучить копейщиков наших но я думаю нам не помешает еще два ответа топорщиков либо же либо же стопы спешу я спешу вам сейчас нету нужно вы смотрите бургунду снова появились то есть они из мятежников стали просто бургунами объявился король рик смотрите что творят а злодеи и нам нужно здесь конечно же какое-то усиление у нас 800 монет что мы можем можем франкских мечников нанимать а либо так либо взять наемников а все таки у наемников три отряда мы вполне добираемся до верны можем попытаться выбить их оттуда что мы наверное сделаем да что же авторасчет сбалансированный на тебе по яйцам на тебе по башке отлично оккупируем надеюсь теперь бургунду сдохли окончательно распускаем наемников мошелочников вот этих распустить сколько там 86 монет давать чтобы у нас трешка была да ну и теперь у нас южная армия нужно покой и отдых порядка трех ходов да сильно уменьшилась а тут скоро начнутся восстания очередные все очень 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 печально у нас что даже хоза как бы быть так что мы здесь можем сделать нет не можем а можем можем устроить свадьбу а вот вот этот это же у нас губернатор да ну давай дерзай контроль 38 на ептерный театр так давайте нашу жену жену нашего короля дадориха савиаготу попросим собрать поддержку может у нее это получится по-человечески а не как у этих двоих придурков ок так так давайте делать следующий давайте делать следующий ход который надеюсь принесет мне радость в наш дом да кстати может быть мы можем слушать 50 процентов потратить деньги и не потратить деньги вопрос хороший давайте попробуем агентам меньше всегда радость дебилушка что же прошел очередной ход действуют агенты радует что провалы ай и опять началась болезнь бубоночина чума обремором смотри бургундии у нас восстание обитание восстание благородный брак хрен хрен с вами контроль собрала отлично 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 могли бы собирать бургунд бургунд это где кто не вижу налет минус 60 плюс 8 кто-то что-то они замыслены да очень кстати похоже на ловушку ха-ха так берберы начали войну с римской экспедиции мошенничные поля пищи у нас 109 учитывая что это август меня от всех беспокоит наконец-таки звучит у нас технология сможем сейчас переобучить наши войска может быть не вот прямо сейчас но можем да так это бритонский агент скотина эдакая скотина вражеский ветеран это очень-очень плохо а истер а истер он а и и и и и и и а дальше не может ну а то так хорошо 17 отрядов мне нужны еще люди вопрос только кого взять кого и куда по-хорошему мне здесь топорщики нужны да по максимуму три отряда возьмем и будет у нас полный стэк так же давайте переобучим всех наших копейщиков вот такие ребятюни у нас теперь гораздо гораздо круче но можем сами сравнить их характеристики то есть ближний бой у них гораздо лучше на 5 единиц броня вообще мрак там было 18-го 53 здоровье прибавило значительно почти сотка вот скорость у них немного упал с 38 до 32 но главное жопа то что они стоят по обслуживанию в двое в два раза больше то есть германские копейщики 181 монету а ну лавранцы стоились уже 92 монеты вот почувствуйте разницу да но тем не менее мы их переобучим состается полторы тысячи доходов составляет 2 200 в месяц так что мы можем сделать сильно-сильно смотрите сколько собралось мятежников у нас это просто кино если они каким-то образом все смогут объединиться на нацевой стек бедные лимоном 6 отрядов они вполне справятся если им дадут время становиться еще пару ходов так арверные арверные у нас здесь восстание здесь кстати нормально а вот здесь будет восстание у нас скоро да что арверные что здесь что там без разницы да давайте отремонтируем это нам перенесет еще пищу и давайте думать что делать нашей южной армии тоже вопрос кстати хороший здесь бы усилиться не помешало бы и вот вопрос куда идти куда идти давайте наверное мы идем из арверно опять куда-нибудь сюда вот наперед крест отсюда ну как-то можно лучше реагировать на ситуацию пойти либо туда либо туда либо вверх либо вниз да и наймем давайте ух ты смотри все здесь можно нанять арбалдетчиков и мечников класс слушать я прям даже остановился задумался а так объединить мы их не можем а можем так хотя бы один целый отряд будет у нас урон снарядами три типа пик что ли ребята хорошие хорошие спору нет вот смотрите арбалдетчики 65 урон да ну и содержание их стоит 219 проще нанять три отряда ищу копии метатель блин чем один отряд арбалетчиков на серьезных денег все это стоит чем дальше тем серьезнее это будет стоить я думаю надо лучше нанять еще один германский отряд для начала там посмотрим так деньгам не осталось больше тысячи на тысячу так предполагаю что ничего построить нам не удастся да 4 тысячи надо ой ренорм ой ренорм слов у меня нету просто нету слов как вот так ну был то у вас там всего ничего и опять пошло минус да все печально все печально все печально вот реально все печально ух ты же ее а ты чё это не ух ты не ух ты не ух ты не ух ты хореберд хореберд а 17 лет а чё ж ты какой кстати по моему можно что то вот пойти в услужение пойдет в услужение пойдет в услужение к нашему королю наверное а вот хильдеберд обеспечит наверное верность этому хореберду у него почему-то аж три всего в услужение надо отправлять чтобы они как-то набирались опыта это так по крайней мере я так себе представляем так что нам еще надо сделать у нас губернатор можно нанять его квитание где у нас это квитание тут здесь у нас смысла большого нету только зря деньги потратим потому что там этот горд может в любой момент забрать обратно себе нехорошие дяди ну ладно ну ладно ну что-то нам дать ход посмотри что нам посмотри что нам сделают противники а ты можем еще обратить дипломацию у нас поскольку появился еще один член семьи мы можем попробовать с кем-нибудь измутить типа обращен в союзе вот в изготы у нас тоже все падает хотя пишет что улучшается но понятно что у нас из союзников только наша армия и наш будущий флот все наши союзники а это все так так я не удивлюсь никого что если вы годы нам вообще войну объявят судя по тому что у нас уже отношения минус 19 я в принципе даже не представляю себе каким образом все это происходит у них просто не представляю пишет что должно должно улучшаться улучшается и почему собственно не знаю может быть из-за того что человек просто такой воинственный агрессивный темпераментный и нам просто надо подождать пока он сдохнет чертой матери и тогда начнутся какие-то улучшения люди наши но религии у нас разное арианство так же в принципе как и с год тоже религию у них фу фу кака да видим тоже что не хорианство баски злодеи я вам устрою конкурсы в общем жесть ребята жесть я не удивлюсь даже тому что если нам оба наших типа союзничка объявит твоим вот год и визгоду да быть вообще смешно настолько смешно то что я наверно живу тебе смеясь ниски как был низкий так и остался ясно все мне с вами ясно да уж давайте давайте сделать следующий ход а да 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 чуть не забыл то я мая технологии то налоги это да 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 начали нашего агента проломили ему голову так а вот это еще хуже ребят вот это вообще мрак это жопа Озготы победили сардинцев, сардинцы прекратили свое существование и Озготы могут вполне, прямо вполне, вполне, вполне обратить свои взоры на нас да? запросто, тем более что они с самого начала пытались как-то на нас воздействовать они так и не согласились с нами заключить договор о нападении они так и не улучшают с нами отношения то есть я так думаю, что в течение ближайших трех-пяти ходов Озготы на нас нападут это вот как пить дать да карл кто такой карл я не знаю ни одного карла у себя кто не знает кто такой карл верность верность плюс один ты вообще это жесть это жесть это жесть как она и есть честное слово нехватка пищи квитании волеймода ранг поднял хоть что-то хоть что-то хоть что-то хоть что-то что-то что это нам дает порядок общественный давай все общественный порядок здесь есть что-нибудь еще ух ты что художник отлично ставим так здесь что есть и вот эти перчатки хорошо да ребята так первому вопросу меня кто есть карл вот он карл это хориберд это разные люди щит у меня это это я с ума схожу то ли то ли еще что давайте хориберд попросим собрать поддержку хориберд и так думаю что это и есть карл 37 да нет это не о да в общем друзья я в затруднении собственно люди это разные как это все получилось я не понял кто такой карл открылся тоже не понял ладно не будем заставить на это наше внимание появился появился из кандидатов особо надо так что у нас еще есть да больше сделать мы очень не можем хорошо все не настолько плохо нам бы еще поддержку если удастся собрать вообще будет замечательно денег денег у нас много 3300 но при этом они у нас резко сокращаются и давайте посмотрим где там все таки восстание произошло вот как видим три отряда три отряда уродов мы за ними идем идем нашим 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 хилдебертом минус 11 минус 11 но здесь видим что можем что-то построить местное производство это либо мастерскую дубильщика либо рудник но у нас уже идет загрязнение санитарии потом мы сейчас строить здесь не будем я так понимаю даже самый-самый маленький там 1-2 процента тоже ничема так что ни в коем случае только положительное держать вот по-хорошему тут и это сносить надо что-нибудь вот пшеничные поля сносить что-то и мастери да все очень печально у нас печально туронором ни в коем случае вот в париже что-нибудь мы можем сделать вот у нас здесь аж плюс 3 мы можем вот тинскую часовню улучшить вот не помню я надо посмотреть по агентам мне нужен воитель вербовочный плац поле для осмотров вербовочный плац у нас именно вот это есть второнором но как же это опасно в принципе 5 отрядов давайте пробовать 2 700 это стоит 3 хода придется рискнуть и у меня остается 650 монет хорошо видим их не усталица какая-то она без войсковая неужели здесь у них нету стека я в это ребята не верю уж баски собрали себе войско как вы видите довольно таки здорово а уж у бритонцев полюбасу она есть либо она где-то стоит скрытая от нас либо еще и вот как вот как не вовремя нашего агента умереть чё как обычно так в принципе здесь огромное преимущество поэтому можем не не задумываясь нападать так это вот этот отряд который от нас убегал я так понимаю да а это гарнизон их ну что ж вот стоим ждем целый ход целый ход что-то у меня прямо знаете жим-жим жим-жим давайте паучников наймем на самом деле здесь ну можем кажется это стоит денег тем не менее лучше так еще два отряда зафигачим по деньгам мы снизились но ничего ничего нам тут главное переждать немного и все отлично отлично захороню ну в общем-то уверен что сейчас полный бретонский стек подойдет я не знаю где он но я уверен что он есть не могут просто бросить на растерзание свою столицу наверняка они сейчас подойдут что же делаем ход да ладно не может быть не может быть не может быть ребята этого просто не может быть я отказываюсь вот верить неужели вот так вот просто и не может быть что а а а генд удах цей ветеран фракция бретонс цель 10 тысяч результат успеха не критически же как едва не убил одного из наших счастье обычно заживают хайбард контракту 6 отлично фу ты мою жив наш король а я уж прямо вообще подсел прям аж на еберный театр все кино помчил да но нет нет жив жив только ранен значит скоро он вернется скоро очень скоро вернуть смотреть они играют с нами в догонялки и нам ничего не остается кроме играть в эти черты в догонялки арверные нам сюда эти хороший нельзя дать очередной раз разграбить арверные да что-то смысла в этом нету только ждать остановился наш агент бежим скорее к к нему на следующий ход уже сможем как опаньки вы смотрите я знал я знал что эти гондурасы не могли не могли не сделать себе еще один стек целый 20 отряда в нем полный не знаю как они так лопухнулись получать когда я подошел к рейдоном у они были где-то в районе и не гавенеды вместо чтобы пойти на ису к своей столице они пошли куда-то в обход спину дарить или к парижу пойти знаете хороший такой вопрос на который сложно мне ответить но тем не менее тем не менее мы захватываем их не столицу это пожалуй сделаем это сделает неизвестный харьберт это будет его первый бой приведем будет конечно же на автомате фу-фу-фу на вашей башне негодяи так что же отлично авторасчет наступаем и шикарнейшим образом всех убиваем заметьте то маленькое подкрепление она ушла не остались так и что мы будем сделать что делать отделаться мы наверно будем вопрос в чем заключается разграбить и оккупировать либо просто разграбить хороший вопрос не правда ли ну точно мы не будем просто оккупировать потому что я не уверен что мы прямо сейчас сможем их контролировать этот город если мы разграбим и оккупировать мы сами себе будем платить платить плодить мятежников скорее всего что это будет бунтовать поэтому я думаю грабим грабим убили тем более мы ищем губернатора у них великолепно конечно можно и теперь я еще и оккупировать город наш вполне себе в нем будет потихоньку клепаться какой-то барнир зону верно уже просто так они не смогут захватить им придется стоять в осаде штурмовать верно верно а мне это нравится мне это нравится теперь вопрос в одном как как и куда пойдут их не стек двинется ли он на нашу столицу в париж пойдет ли он убивать свою столицу что будут делать полный почти стек басков как нам на это все реагируете давайте прокачаем нашу харьба что не тут налоговая ставка здесь авторитет давать его наверно на авторитет прокачаем и общественный порядок нам даст мы дадим что-нибудь здесь в битву с римлянами в битвах с римлянами стрелка давайте что лучше как тут много всего стоимость найма стоимость содержания да это же классно здесь что-нибудь доспехи вот кольчук давайте хорошо наверно на этой ноте я я закончу серию вы посмотрите наступила чертова зима октябрь наступила зима и наша пища просто в жопе перебит нам нужно срочно значит построить склад четыре хода будут строиться и наступил вот это да вот это вот это вот это шикардос а чё ж как много то минусом то пошло а стройки 145 тих ты ух ты же у меня создается такое впечатление что где-то блин вот здесь можно было заглядая фото воителя нанять то и построить черт маяшик почему так по пищу просели то сильно октябрь еще не зима черт это еще только блин осень все на то пошло блин семьдесят восемь постройки 145 в общем это надо сидеть разбираться и кумякость что и как возможно и дикты какие-то поменять плюс надо полностью подумать обмозговать ситуацию куда и как что на этом серии я заканчиваю буду долго сидеть и думать что и как делать нам предстоит следующих серий так что обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые серии ставьте лайки комментируете что нравится что не нравится а так до свидания всего хорошего пока